В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 15 самых достойных на площади обновили доску почета работников городских организаций. Знаменательное событие. Осветили последний храм в честь иконы Божией Матери, живоносный источник Саровской пустыни. ЗОЖ набирает популярность. В Сарове реализуют социальный проект «Добрыня», направленный на продвижение спорта среди молодежи и взрослых. Далее расскажем обо всем подробно. Гранты Росмолодежи получили три проекта объединений Центра внешкольной работы. По 900 тысяч рублей выиграли инициативы объединения «Армир». В рамках проекта Петра Большакова на базе клуба по месту жительства здоровья создадут интерактивный центр живой истории, где подростки и молодежь смогут изучить быт средневековой России и Нижегородского региона. Фестиваль истории культуры русского и мордовского народов пройдет благодаря проекту Ольги Зининой «Вместе Россия». На фестивале гостей ждут национальные игры, танцы, ярмарочные гуляния, выставки изделий народных промыслов, а также галоконцерт творческих коллективов Сарова и Темникова. Проект «Недетская помощь для победы» Ольги Гришиной на базе клуба «Мечта» получит финансирование в 708 тысяч рублей. Проект привлекает подростков в волонтерскую деятельность по изготовлению маскировочных сетей для СВО. Учителя, тренеры, волонтеры, культурологи, врачи, сотрудники сферы ЖКХ. Традиционно каждый июнь администрация обновляет фотографии на доске почета. Сюда попадают снимки саровчан, достигших высоких результатов на профессиональном поприще. Среди них в этом году заведующая художественной галереей Ольга Ватулина и главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом Галина Лосева. Характеризовать манеру работы автора, подобранную цветовую палитру, настроение картины. Одним словом, увидеть то, что порой ускользает от глаз неискушенного зрителя. О полотнах в выставочном зале художественной галереи Ольга Валентиновна говорит с восхищением, трепетом, любовью. Она умеет создать удивительную атмосферу, приоткрыть посетителям галереи дверь в многогранный мир искусства и творчества. Особая задача – показать этот мир маленьким саровчанам. Конечно же, мы все рисуем с детства, но, приходя в художественную галерею, здесь, конечно, можно посмотреть, а как пишут взрослые художники, а что они используют. И снег не белый, и небо не всегда голубое. И вот эти открытия, первые шаги в изобразительном искусстве – это, конечно, очень ценно. И огромная удача, что в Сарове есть такое художественное пространство. Художественной галереей Ольга Валентиновна заведует с момента ее основания в 2008 году, когда бывший кинотеатр «Октябрь» стал новым культурно-образовательным пространством Сарова. Встречи с художниками, творческие вечера, литературные гостиные, интерактивные занятия, кинопоказы и, конечно, вернисажи. История галереи богата на события. Многие проекты сохранились с момента основания. 15 лет насыщенной творческой жизни в стенах галереи сделали это место для Ольги Валентиновны по-настоящему родным. Художественная галерея – это, конечно, мир для всех, кто влюблен в изобразительное искусство. И для меня, конечно, в первую очередь, потому что я живу этим, дышу этим, я думаю об этом постоянно. И я очень счастливый человек, потому что я занимаюсь очень любимым делом, по-настоящему любимым. Работа Галины Лосевой далека от творчества, но также связана с людьми. Около 30 лет она работает с вопросами по земельным отношениям, консультирует горожан, помогает им разобраться с бюрократическими тонкостями, объясняет, например, как оформить право на земельные участки под огороды или гаражи. Новость о том, что Галина Георгиевна вошла в число 15 горожан, чьи портреты повесят на доску почета, ее немало удивила. К такому вниманию женщина не привыкла. Свою работу она любит за возможность помогать людям. Я считаю, что мы не работаем, а служим. Мне так кажется, потому что мы служащие, и мы должны народу служить. Может, это громко говорится, но мне кажется, это так. И помогаем людям, оформляем документы, в каких-то вопросах помогаем, направляем. Я думаю, что мы доброе дело делаем, мне так кажется. Портреты Ольги Ватулиной и Галины Лосевой украсят доску почета. Каждый июнь администрация обновляет фотографии. По традиции для доски выбрали 15 достойных горожан, достигших высоких результатов на профессиональном поприще. Безработица в России на самом низком уровне в современной истории. 3,3% заявил глава Минтруда Антон Котяков. Планку планируют снижать и дальше. Сейчас в центрах занятости зарегистрировано 520 тысяч человек. В стране 2,5 миллиона безработных. Другая важная информация в подборке коротких новостей. О простых мерах предосторожности, которые помогут избежать уловок мошенников, напоминает отделение социального фонда региона. Если вам позвонили и представились сотрудникам социального фонда, не называйте свои персональные данные. Злоумышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчетом выплат. Не доверяйте сомнительным звонкам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекращайте дальнейшее общение. Саровчане могут заняться спортом на открытом воздухе с тренером. Инструкторы Центра внешкольной работы и Молодежного центра проводят занятия на спортивных площадках под открытым небом для всех желающих. Возраст и уровень физической подготовки значения не имеют. Занятия бесплатные. Площадки проекта «Спортивный комплекс» в сквере 22-го микрорайона. Спортивные игровые площадки на улице Казамазовой, Селкино-20 и во дворе Молодежного центра. Освятили последний храм в честь иконы Божией Матери, живоносный источник Саровской пустыни. Чин великого освящения и божественную литургию в нем совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Ему сослужили игумен монастыря Никона, благочины Саровского округа протеереи Лев Юшков и другие клирики Саровой и Нижегородской епархии. Об истории храма от первой деревянной постройки до наших дней расскажем в следующем репортаже. Храм в честь иконы Божьей Матери, живоносный источник, осветили 16 июня 1706 года. Эту дату считают днем рождения Саровской обители. Первую деревянную церковь построили всего за 50 дней. Вместе с монахами трудились и жители окрестных селений. Жертвовали церковную утварь, иконы, ризы, богослужебные книги, колокола. А Иван Масленков, арзамасский посадский человек, подарил икону Пресвятой Богородице, живоносный источник в серебряном окладе. Пренастоятели Филарете в 1748 году начали строительство каменного здания храма. Сначала с одной, а затем с пятью главками. В западном притворе находился фонтан, символизирующий собой живоносный источник. При раскопках в 2018 году там обнаружили канал для отвода воды. После 1845 года храм приобрел свой окончательный вид. Церковь была отапливаемой, за что и получила название «Зимний собор». После закрытия монастыря храм использовали для хозяйственных нужд. В разное время здесь были магазин, столовые, общежития. В 50-х годах прошлого века храм взорвали. Летом 2018 года полностью расчистили фундаменты храма, чтобы восстановить исторический объект. Археологи обнаружили на этом месте много находок, которые относились к советскому, монастырскому и даже средневековому периоду. Одной из наиболее важных находок стали осколки мемориальной доски, которая была установлена на царском дворце. В память о посещении Николаем II Саровских торжеств в 1903 году по случаю канонизации преподобного Серафима Саровского. Доску восстановили в прошлом году и установили ее на историческом месте. У стен храма располагался некрополь, где хранили монашествующих и благодетелей монастыря. Археологи исследовали 21 погребение в могильных ямах и кирпичных склепах. Самая значимая находка – парное захоронение героя войны 1812 года генерала от инфантерии Бориса Полуэктова и его супруги Любови Гагариной. Он скончался в 1843 году в Варшаве. Борис Полуэктов был благотворителем монастыря, поэтому его тело перевезли в Саровскую пустынь. Торжественное перезахоронение генерала и его супруги состоялось в июне прошлого года. Монастырь начинался с храма живоносного источника, но при возрождении обители его восстановили последним. Чин великого освящения храма и божественную литургию в нем совершил митрополит Нижегородский Ярзамаский Георгий. Ему сослужили игумен монастыря Никон, благочины Саровского округа, протеорей Лев Юшков и другие клирики Сарова и Нижегородской епархии. Социальный проект «Добрыня» направлен на продвижение спорта среди молодежи и взрослых. Создатель и руководитель проекта Александр Логинов организует семинары и занятия по физической подготовке и самообороне. С подрастающим поколением спортсмен проводит встречи на тему здорового образа жизни. Александр Логинов с детства был активным ребенком и перепробовал разные виды спорта. Легкая атлетика, настольный теннис, плавание, футбол, автоспорт. Подростком он перешел в секцию борьбы к Виталию Карловичу Михайлову. Спортсмен выступал на соревнованиях различного уровня по рукопашному бою и панкратиону. Теперь Александр – тренер и профессиональный боец по смешанным единоборствам. По сей день продолжаю обучаться как тренер по физподготовке. На данный момент я им являюсь. То есть занимаюсь спортсменами вне спортивной специализации по теме физической подготовки. По фитнес-теме также работаю с людьми. То есть по набору мышечной массы, по снижению жировой массы, таким стандартным желанием людей, так скажем. Когда Александр Логинов узнал о новых методиках, которые могут помочь развить физические качества бойцов с помощью кроссфита, то решил опробовать их на спортсменах школы ИКАР. Александр изготовил необходимый инвентарь и запустил серию тренировок для всех желающих. Так появился социальный проект Добрыня, идея которого заключается в гармоничном развитии личности на трех уровнях – физическом, интеллектуальном и духовном. Александр участвовал в городских праздниках, устраивал силовые шоу, организовывал турниры по силе удара и кроссфиту. Это продвижение здорового образа жизни, популяризация массового спорта и туризма. И очень важным, я считаю, направлением – это как раз тема духовная и свою историческую значимость, где люди могут немного освежить такое национальное самосознание. Неоднократно проект выезжал в школы, техникум, ВОЗ и учреждения дополнительного образования. С подрастающим поколением Александр разговаривает о здоровом образе жизни, преданных привычках, силе характера. Череда встреч состоялась на тему самообороны. Несколько важных приемов и ударов по обезвреживанию агрессора боец показывает на практике. На каждой встрече Александр мотивирует молодых ребят выбирать трезвый и осознанный путь, быть активными и спортивными. Задача проекта – это как раз формирование условий и территорий различных для здорового образа жизни. Потому что именно спорт, он очень во многом тянет человека наверх. Когда в нем заложено понимание просто здорового образа жизни, он во многом ему помогает, способствует. Поэтому основной упор – это аудитория подростковая. Подробнее о спорте, жизни и социальном проекте Александра Логинова мы расскажем в передаче «Лица Сарова». Темный и светлый, чистый и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда урожая этого года вы найдете в торговом центре «Галактика». С 16 по 18 июня там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий и тягучий липовый или кремовый донниковый с нотками ванилия. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта, а донниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них – каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа – до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречиха выделяет 500-600 килограмм. Донник – 300-500. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектарой. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии, один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, а главное, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился, значит, что не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для саровчан доступна акция. Три килограмма цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма цветочно-липового меда за тысячу двести рублей. Три килограмма гречишного за полторы тысячи. А три килограмма липового стоит всего тысячу восемьсот рублей. В продаже появился мед урожая этого года. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 16 по 18 июня с 10 до 18.00. Нет возможности прийти – доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА